здравствуйте в студии журналисты медиапортала столицы нижней сергей костенко светлана кибалина и вы смотрите программу со всех сторон в студию который приходит только разносторонние личности как пройти в библиотеку сегодня этот вопрос очень уместен потому что сегодня день библиотек праздник и и на этот вопрос как против библиотеку и что там читать и что там делать нам сегодня расскажет наши гости директор областной детской библиотеки наталья иванова бочкарева здравствуйте на стульте но давайте сначала познакомимся с вами поближе наталья бочкарева с 2003 года директор нижегородской государственной детской библиотеки до этого возглавляла детскую библиотеку имени бианки и отдел по работе детьми библиотечной системы автозаводского района заслуженной работник культуры россии вот кто ходит в библиотеке вот у меня вот есть такая книжечка я раньше любил с формуляром я вот ее включу накачаю и куда идти зачем если они в библиотеке оказывается они есть кто там наталья конечно сейчас не будем скрывать это в принципе всем понятно и в интернете это очень много обсуждается в социальных сетях что библиотеки сейчас переживают конечно не самый наверное легкий период а очень даже тяжелый но тем не менее последнее время последние два-три года то есть устойчивая тенденция набер наблюдается роста посещение библиотек а зачем туда ходят люди да вот вы понимаете да вот смотрите раньше например библиотеку хочешь не хочешь ты должен был прийти нужно было домашние задания выполнить а книги были только там нужно было там со свежей прессой какой-то познакомиться там тоже это было только там хотя очень много мы там и наши родители выписывали всякой литературе журналов и газеты детских и взрослых где можно было встретиться с интересными писателями людьми тоже только в библиотеке посмотрите что сейчас например книги далеко не надо ходить зашел онлайн скачал два клика открыл да и все то есть здесь как бы функцию библиотек отбирают да там занимают нашу площадку писатели можно пообщаться да 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 можно можно написать можно там всякие интернеты видеоконференции все прочее а потом не только это интернет но и живьем встречи с писателями сейчас организуют книжные магазины издательства и так далее даже извините и свежий номер газетки почитать тебе даже иногда в ресторане даже даю то есть библиотека чтобы в нее пошли чтобы она была интересна читателям нужно предоставить такую услугу который никто другой не выпал не предоставляет или эта услуга должна быть ну вот извините такими говорю но я да должна быть такого качества эта услуга что это качество лучше и выше чем у других я сейчас хочу попросить вас как профессионала поделиться вот своими секретами как удивить ребенку непрофессионального библиотекарю а родителю потому что родителям постоянно приходит сталкиваться с тем что ребенка не заставишь читать вот как а вы знаете его привлечь смотрите у нас например есть на абонементе художественной литературы выставка которая называется кот в мешке то есть суть ее в том выставка прям кот в мешке вот она уже три года стоит но мы там в оформлении что-то изменяем но там стоят книжки не о котах и вообще не видно что за книжки книжки в ярких обложках с бантиками ребенок берет совершенно правильно книгу и он не знает какую книгу и у него тайна какая-то моему записываю он приходит домой и только дома узнаю оберточку раскрывает потом там вторая там еще одна оберточка с какими-то там края вот кстати интересно так же можно и ребенка и дома так же да и там конечно же он то думает что ну какая-то книга ему попалась а там конечно с любовью библиотекарем отобранная самая интересная интересная книга или например вот в прошлом году в год литературы у нас весь год в библиотеке различные выставки во всех отделах было был такой проект в объятиях чтения обними свою любимую книгу и вот да и вот например на в отделе для малышей на абонементе стояла книга великолепной красивый очень лев библиотеки который называлась и выставка была оформлена в форме льва то есть была прям морда льва все костюм да и лежали лапы хвост уши то есть ребенок приходил он видел множество тряпочные да да можно было не просто увидеть это а надеть лапы хвост уши можно было почувствовать себя львенком дети с удовольствием и фотографировались и делали сэлфи и главное что они конечно или сами читали или же слушали как читает другой кто придумывает но мы наши библиотекарь я всегда говорю что библиотекарь он вот и жнец и швец и на дуде и грец ребенок подросток он всегда запомнит только то что в чем он сам поучаствовал или он сделал своими руками по книгам те же там какие-то обереги куколок каких-то там сейчас вообще бешеная популярность я не побоюсь этого слова но вы сами видите что и вообще в городе и в библиотеке у нас вот пользуются мастер-классы и еще квесты знаете вот на квесты у нас за вас практически все современные да причем ну да вот главные наши наверное девиз еще чтобы вот идти быть на одной волне с читателями по словам и понятными быстро дорастут и нам нужно успевать я не боюсь слова что мы должны успевать за ними у нас например есть квест по папка по покровке с удовольствием дети приходят группы или организованных читателей когда учитель это что-то вроде обычной экскурсии но в такой не экскурсии это они делятся на группы им даются задания они выполняют ищут бегают по карту мы им там делаем они узнают из истории там зданий которые там и должны там театр например ну в общем любой да 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 потом они прибегают у них каждая группа выполнять свое задание и потом они делятся они защищают свой проект они в книгах находят в общем это очень они маленькие совсем почему ну вот этот например взрослые например они это и семиклассники и восьмиклассники девятиклассники да но мы конечно адаптируем например мы сейчас летом тоже будем проводить у нас очень много записано групп на этот квест но если там ребята помладше 5 6 мы просто классика тут мы но адаптируем попроще вопросы где-то подсказки и так далее так далее расскажите про пушкина потому что мы сейчас в кулуарах начали очень интересно это вот обратились в наше нижегородское метро и вместе вот с ними такую акцию запускаем пушкин едет на метро просто но мне кажется цепляет я думаю да это будет интересно это будет неожиданно пушкин да он читает да он читает сначала в первом вагоне на следующей остановке он выходит читает до следующей электрички до следующего поезда читает на перроне другой значит подходит поезд он садится во второй вагон все ли библиотеки вот работают с таким огоньком как вы вы знаете вообще детские библиотекари очень творческие они пытаются и очень интересно работают нашем городе вот но я считаю что наша библиотека но она поскольку все равно она методический центр на областная библиотека она должна быть лучше других вот я считаю что у вас учиться да 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 мы вот знаете например в этом году уже 12 раз будем в августе месяце проводить школу лидер для детских библиотекарей области и россии у нас каждый год бывает 15-17 регионов россии включая благовещенск камчатку к нам приезжают люди вот знаете не куда-то понятно когда например мероприятие проводится или в москве или даже не в москве а там геленджике или где-то там есть тоже такая вот то есть со всей страны едут к нам едут учиться мы вам желаем чтобы вы также продолжали сжечь ваши литературные огоньки и чтобы таких библиотек и огоньков было в городе все больше побольше и тогда за сразу захочется читайте книги и ходите в библиотеки по я хочу поздравить с общероссийским днем библиотеки библиотекарей и читателей спасибо вас приходите и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok